Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Мы продолжаем разгребать мои запасики. В этом видео покажу вам свои крема для ног. В основном я пользуюсь Фаберлик, и почти весь мой запас сейчас перед вами. У меня, я посчитала, 19 кремов от Фаберлик. Многие напишут, что проблемы у них со сроками годности, но здесь у меня лишь один крем до сентября этого года. То есть, опять... Нет, даже до ноября. Это вот этот один, все остальные до марта следующего года, апреля, мая и так далее. То есть, у них всего полтора года срок годности, но в месяц, если я пользуюсь именно этими кремами, у меня примерно два тюбика уходят, то есть один тюбик на неделю. Все крема, скажем так, не особо питательные. Я сейчас расскажу по отдельности о каждом из этих видов. И очень я довольна этой маркой и пользуюсь ими. Я ежемесячно делаю себе пилинг носочки, и поэтому у меня ноги в более-менее адекватном состоянии. Мне не нужны крема, которые там супер смягчение, там обновление кожи. Я, во-первых, в это все не верю, во-вторых, ну, проще сделать пилинг носочки, а потом поддерживать хороший результат. Ну, это мой выбор, скажем так. И потом еще немножечко покажу. Есть Avon и различные другие марки. В основном в Фаберлик. Всего у меня получилось 33 крема для ног. И, естественно, я не буду все это использовать одна. Я раздарю. Я, наверное, на Новый год всем раздарю. Там за три месяца, за четыре, за пять по-любому люди используют. Хочу начать, наверное, как раз-таки с того крема, которым я затарилась. В последнем каталоге, нет, не последнем, предыдущем, была акция при покупке, там, на 299 рублей можно было купить вот такой вот кремушек за 59, что ли. В общем, со скидкой он мне 47 рублей влетал. Поэтому я купила, наверное, штук 10, может, даже больше. Что могу сказать насчет этого кремушка? Написано «Маска для ног». Так, где фокус? Алоэ вера, интенсивное увлажнение. Можете почитать, что обещают. Состав объем 75 миллилитров, 6 месяцев после вскрытия. Это хороший увлажняющий кремушек, который имеет приятный травянистый аромат, быстро впитывается, питания не дает никакого. Но при этом не скатывается, как это делают большинство кремов для ног почему-то на мне. Поэтому я его люблю. Почти не отличаю их с вот этим кремом. Это крем «Масло для ног». Это не масло, на самом деле они очень похожи, даже по консистенции. А питания, восстановления? Нет, вообще нет. Опять-таки составы, что обещают. Ну давай, дорогой мой. Вот. Составы немножечко отличаются, но могу сказать, что вот этот еще и питает немножко ножки. Но для меня не сказать, что я выберу какой-то из этих и отдам ему предпочтение. Какой бывает на скидках, тот и покупаю. Советую оба. Это, кстати, у меня все не вскрытые. На данный момент в использовании у меня два крема от Фаберлик. Во-первых, ночной крем для ног «Комплексный уход 5 в 1». Это, да, экстракт хлопка, масло чайного дерева. Это новинка. Довольно-таки недавно появился кремушек. Стоит он дороже других. Если те примерно 69 рублей, 79, то этот, по-моему, 89 идет на скидках. Да, здесь что-то у меня до сих пор не снято. Все тот же объем. Состав. Взяла один, ну, потому что на него всегда бывают скидки. Он один идет, там, 89. Если те, например, либо идут бонусом за покупку, когда у них, видимо, срок годности подходит, либо же вот те кремушки идут по акции, там, при покупке двух спеццена. Вот на этот бывает, что просто соло скидка 89, и я могу купить его практически в любом каталоге. Там через раз, наверное, так точно. Классный крем. Вот он побольше питает, побольше увлажняет, чем остальные. Впитывается немножечко дольше, но при этом он не менее любим мною. Консистенция такая, ну, густоватенькая, но при этом впитывается он быстро. Опять-таки пленки никакой не оставляет. Если два предыдущих имеют травянистый вкусный аромат такой прям, то этот, знаете, уже более косметический. Косметический. Немного здесь проскальзывает, да, наверное, чайное дерево. Хлопка я здесь особо не чувствую. Такой, ну, да, просто косметический такой кремовый аромат и немного чайного дерева. И последний это бальзам для усталых ног. Давно он у меня лежит. Если честно, уже, наверное, да, ну, шесть месяцев еще не прошло, но месяца четыре-пять так точно. Этот бальзам, он дает такой охлаждающий эффект. Здесь, да, есть ментол, и мне это не всегда нравится. Я использую этот крем, когда у меня прям горят ноги, когда я весь день на ногах. И поэтому, ну, такое не часто случается. У меня все-таки работа сидячая. Там на парах сижу тоже, естественно, не на ногах мы стоим по четыре пары. Поэтому не так часто я его и использую. Хороший крем, если у вас действительно вот горят ножки, хочется их как-то успокоить, охладить. Да, но мне не нравится этот эффект. У меня чувствительная кожа, и как бы я не помню, состав показывала, нет? Поэтому такие мне бывают, что иногда даже как-то жгут ножки, что ли. Поэтому не особо я их люблю. Вот он у меня один, в запас я такие не покупаю. Покажу еще несколько, которые ко мне попали с ментолом. Но тоже они у меня не в почете. Так, дальше, наверное, несколько здесь есть средств от Avon. Ну да ладно, покажу я вам то, что заказывала на J by J. Рублей по 65 были кремушки от Batavikas. Если кто у меня смотрит стабильно, то знаете, что я делаю несколько заказов на J by J только ради вот этой марки Batavikas. Она очень бюджетная, у нее отличные составы. Я не помню, какой из них открыт, какой нет. Так, этот зафольгированный, этот новый. Вот этот, значит, мой. Составы можете почитать. Наклейку не буду сдирать, я просто своими ногтями сейчас не смогу. Здесь уже срок годности два года. Так, за счет чего он тоже, знаете, так немножечко охлаждает ножки, и поэтому мне не особо нравится. Я только не пойму, за счет чего. Мятно-камфорная композиция написано. Сейчас покажу, какой он. Тоже такой густоватенький кремушек. Тоже объем 75 миллилитров. У меня сегодня будут супер увлажненные ручки. Ну где я в фокус? Что ж такое-то? Вот он прям пахнет какой-то звездочкой, прям супер таким ментолом, мятой. Вот, и прям... Ну, он впитывается довольно-таки быстро, но все-таки есть вот эта жирная пленка, и с ним нужно посидеть. Дает небольшой охлаждающий эффект. Супер питание, увлажнение я не заметила, поэтому этот кремушек, опять-таки, у меня не в почете. И несмотря на то, что открыт уже месяца-два, я им не часто пользуюсь. Откровенно говоря, очень редко даже. Еще один такой крем, такой же. Это крем с надобью Акулий Жир. Брала на аптеку.ру, тоже рублей, наверное, 80-90. В одно время я очень сильно подсела на эту марку. Она была такая красивая, интересная. И я помню, масками затаривалась на аптеку.ру. То, что у нас нигде в продаже не видела. Но от масок у меня пошли прям жесткие такие воспаления. Как-то они мне забивали поры, видимо, слишком питательные, что ли. Либо есть что-то в составе, что мне поры забило. Я маски больше не покупала с тех пор. Вот. И взяла еще успела пару кремушков. Один крем у меня закончился. По-моему, какая-то коричневая туба была. А вот это еще пока держится. С охлаждающим эффектом, да, тоже. С конским каштанами, корой ивы. Можете состав почитать. Составы у них у всех, знаете, такие неплохие. Я бы сказала, даже многообещающие. Но, опять-таки, вот этот сам охлаждающий эффект мне не нравится. Здесь кремушек уже пожиже. Они довольно-таки водянистые были оба. Впитываются неплохо. Но, опять-таки, как будто есть что-то на поверхности. Например, намазать и сразу там, например, на линолеум вставать я вам не советую. Полетите. Очень неприятный такой аромат. Какой-то неприятной травы и ментола. Мне не нравится. Но, опять-таки, иногда использую. Я, по-моему, его брала, когда... Хотя нет, даже не помню. В общем, у меня какая-то работа была тогда на ногах. И поэтому я именно с охлаждающим эффектом искала кремушек. Но он у меня так и лежит. Здесь просто год после вскрытия. У меня, наверное, он стоит месяцев 8-10. Вот так вот. Ну, не знаю, надо его уже добить. Возможно, сделать какой-то project pen для ухода. Потому что, ну, тоже как бы не слабо всего накопилось. Еще кремушки какие у меня есть. И потом в конце я вам покажу. У меня есть несколько спрейчиков. Правда, в основном они от Avon. На лето я люблю спреи для ног, потому что они охлаждают хорошо. Показывала, по-моему, в своем уходе за телом вот этот кремушек. Карелия органика. Вообще-то он для лица. Я брала его в фикс прайсе за 99 рублей. Знаю, что продается он на каком-то сайте. Я, правда, не помню, как называется. В общем, это очень густой такой крем-массовый. И на лицо вообще не вариант для меня. Потому что у меня комби кожа такая. Ну, ее быстро забить можно. Прям такое маслице. Его надо чуть-чуть. Я им пользуюсь. Я честно им пользуюсь. Но он какой-то бесконечный. Если у вас сухая кожа, которую нужно напитывать, ищите этот крем. Потому что он довольно-таки приятный. Но слишком жирный для лица. Вот. Я использую на ножке. Хорошо действительно напитывает кожу ног. Но очень долго впитывается. Нужно с ним, наверное, полчаса сидеть. Либо намазать и одевать какие-то носочки. Если вы хотите там встать, там чай попить, еще что-то. А так я его мажу прям совсем перед сном. Когда знаю, что я больше не встану с кровати. И приходится так на весу неслабо ножки подержать, чтобы не испачкать постельное белье. Вот. В принципе, понравилось и могу посоветовать. Еще не открывала, брала... А, нет. Мне подруга подарила. Это Динес. Первый мой продукт от этой марки. Просто быстро, красиво, без воды. Крем-концентрат от трещин и сухости. Воз для ног. Я так понимаю, это что-то прям такое убойное. Поэтому не открываю. У меня еще не было такой ситуации, чтобы у меня ножки были прям, знаете, в запущенном состоянии. И поэтому еще не открывала. Могу вам тут почитать. 80 миллилитров. Понятия не имею, сколько стоит. Вот. Если кто использовал, напишите, как вам. Может, его стоит открыть. Как бы помогает, не помогает. Еще не пробовала. Но очень интересная такая жестяная банка. Мне вообще, знаете, вот эти жестяные баночки очень нравятся. Не то воспоминания с детства. Там раньше были леденцы в таких баночках вкусные. Ну, не знаю. Мне очень-очень нравится. В глэмбеге попадалась вот эта хамалая. Хамалая. Уже все, язык заплетается. Это питательный крем. Крем и увлажнение в течение всего дня. У меня, по-моему, либо был пробник, либо какой-то другой кремушек с этой линейки. Мне не понравился аромат. К тому же, я знаю, что он действительно очень питательный. На лицо я его использовать не смогу. Скорее всего, буду как раз-таки добивать на ножки, либо передарю. У меня есть подруга, у которой очень сухая кожа. То есть, возможно, ей подгоню. До 21 года срок годности. У Хималай, в принципе, очень хорошие составы, но у них большие проблемы с отдушками. То есть, мне их отдушки не нравятся. Есть любимый гель для умывания с нимом. Я вот как раз-таки буду его скоро доставать. Он не пенится и подходит для проблемной кожи. Очень классный. Кремушки, вот мне, к сожалению, их не подошли. Также сейчас использую, уже показывала 33 раза. Это фельдшер, бальзам для огрубевшей кожи пяток. Кремушек, который стоит рублей 150 сейчас, наверное. Ну, плюс-минус 20. Смотрю, какие скидки. У меня здесь кошка уже, видимо, пробежала. 190 миллилитров объём. Помпы, всё шикарно. У него один минус. Это он очень жидкий, прям как водичка. То есть, как вам показать? То есть, он прям такой течёт. Нужно быстренько всё это разносить, когда на ножки мажете. Очень приятный аромат косметический, такой кремовый. Быстро впитывается, не оставляет плёнки, увлажняет, питает. Я им довольна, не первая моя покупка. Можете поискать. Я брала в Ашане, но сейчас я что-то в Ашане не вижу. Видела я в Магнит Косметик. То есть, там он точно есть. Возможно, даже в Улыбке Радуги уже завезли. Это был перевыпуск. Раньше немножечко другая форма была. Тоже голубенькая такая упаковка, но помпа другая. Так, это лимитка какая-то от Эйвен. Вот здесь я, кстати, срок годности не смотрела. 18-й год. Они, по-моему, 3 года держат. Да, 3 года, поэтому нормально всё. Это экзотический рай, увлажняющий лосьон для ног с экстрактом кокоса. Я увидела волшебное слово «кокос». Естественно, взяла брала, по-моему, в какой-то распродаже. Ещё даже не открывала и ни разу его не использовала. Нужно будет достать. Я про него забыла, если честно. Сейчас я его прямо в использование поставлю на следующий месяц. Так что ещё увидите. Тот кремушек, которым я пользуюсь, ну, наверное, раз в неделю. Как-то у меня рука к нему не тянется, хотя он мне очень нравится. Видимо, я как-то подсознательно хочу закончить все вот эти маленькие кремушки, а потом купить... Вот у меня мечта купить каких-нибудь два баллона, чтобы просто менять каждый день. Больших кремов для рук и ног, чтобы вот у меня, грубо говоря, были 4 банки в доме. И я ими пользуюсь, чтобы это были любимые кремушки, которые прекрасные. И в итоге, чтобы не плодить вот это вот всё. Но, не знаю, наверное, это несбыточно, ибо душа у меня такая, что требует постоянно чего-то нового. Увижу у других девочек, давай бегом покупать всё. И, ну, далеко не всё, к сожалению, нравится. Этот крем потрясающий. Я брала его рублей за 250, наверное. Не помню, где брала, если честно. Не то на Beauty Home, не то ещё где-то. Уже не помню. В общем, с лимоном, лонолином и серебром размягчающие мозоли. Нет, не размягчает, просто помогает ножки держать в хорошем состоянии, быстро впитывается, увлажняет, питает. Действительно шикарный крем. Здесь большой объём, 250 миллилитров. Вы можете посмотреть, что он обещает. Я им довольна и думаю, что это не первая и не последняя моя покупка. Нет, это первая, но не последняя покупка от марки Домикс. Вот. И остались у меня только спрейчики. Так, смотрю на эту арабу от Фаберлик и понимаю, что парочка кремов у меня срочно поедет к мамам. И как раз-таки разгребётся какая-то часть. Давно уже лежит. Это аромат... Оле, всё, язык заплетается. Ароматический дезодорант для ног. Объём просто 250 миллилитров. Адский, да, почитать, что обещают. Так, я здесь в креме уже всё испачкала. Брала я его, по-моему, либо в улыбке радуги, либо в фамилии. Фамилия Гринмама, по-моему, до сих пор даже представлена. Цены хорошие. Перечные мяты и шалфей. Да, вот название прям в точку. Очень такой неприятный, жёсткий, травянистый аромат. Несмотря на то, что как бы для ног же, всё равно не могу его терпеть. Поэтому использую кое-как. Уже не знаю, как добивать. И хватает очень надолго. То есть тут хороший такой распылитель. Два раза брызнул, всё, у тебя все ноги уже в этом спрее. Но он не дезодорирует. Просто освежает, скажем так. И вот этот аромат придаёт. Но аромат мне не нравится, поэтому и не идёт этот спрейчик особо. Так, спрей. А, вот этот я вам уже показывала в предыдущем видео. Должна была уже выставить видео об своём уходе за телом. То есть у меня там всякие лосьончики, кремушки, спрейчики для тела. Показывала этот гель-спрей для ног и говорила, что один у меня в использовании. Вот как раз этот у меня в использовании. Всегда его брызгаю перед нанесением какого-нибудь густого крема, чтобы крем быстрее впитывался и не скатывался. Ради этого только и буду покупать этот гель-спрей. Сам по себе не дезодорирует особо, но хорошо освежает и немножечко так увлажняет. Нравится, буду повторять. Остались три спрея для ног от Avon. Не проверяла сроки годности, если честно, мне лень. Они у меня, скорее всего, улетят уже этим летом. А самый, по-моему, новый это вот этот вот. Он прям полненький. А этим я, не знаю, успела уже попользоваться. Либо пришел такой. Самый старичок это вот этот для ног, мохито и лайм. Приятный аромат, освежает они и спиртовые. Сейчас я попробую отковырять состав. Да, у них спирт, причем идет на первом месте, а потом только вода. Не скажу я, что подсушивает мне ножки. Просто приятно охлаждает и приятный аромат. Поэтому я их люблю. Это мохито-лайм. Здесь все то же самое, но с ароматом лаванды. Просто, видимо, изменили упаковку. Я уже давно эти спреи особо не покупала. И кокос, святой кокос, 100 мл. То же самое. Вот, все один в один. Вот это все средства для ног. Ну, самое новое, что я купила, это за последний месяц, наверное, за май-июнь. Это больше 10 баночек вот этих кремушков с алоэ. Если вот их убрать, да, то, по сути, у меня не такая уж большая коллекция. Что-то нравится, что-то не нравится. Но в любом случае буду добивать. Если я буду чувствовать, что не успеваю добивать, я буду дарить, увозить мамам, отдавать подругам. И ничего не пропадет. Не переживайте. Потому что часто под многими видео пишут и мне, и другим девочкам, куда вам столько, что вы фигнёй страдаете, лучше бы там то-то, то-то, то-то. Мне кажется, лучше не стоит лезть в чужой кошелёк, переживать за чужие деньги. Пусть люди делают то, что им нравится. Мне это нужно. Я не скажу, что здесь что-то баловство. Ну, не считая вот этих спреев, но и то, по сути, они охлаждают. И на лето это кайф. То есть, довольно-таки доступные цены. Дорогого здесь, самое дорогое, что есть, это вот этот крем за 250-280 рублей. И единственное, не знаю, сколько стоит вот этот воск для ног. Всё. Остальное всё бюджетное, и каждая девочка может себе позволить. В принципе, я могу здесь посоветовать всё, кроме вот этих двух кремов, потому что они не открыты, естественно, и охлаждающие мне не нравятся. Остальное могу, в принципе, посоветовать от себя лично. Вот, спасибо большое за просмотр. Следующее видео будет у меня крема для рук. А дальше уже посмотрим, что разберу, как... Ну, порядок пока не знаю. Спасибо ещё раз за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь обязательно на мой канал. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok